Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Правительство России выделило дополнительные средства на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Планируется, что за счет федеральных средств при софинансировании из республиканского бюджета в Карачаево-Черкесии будет организовано водоснабжение села Обсемен в Рубском районе в Ауле-Ншчекун. Будет построен и введен действие водопровода западной части аула Хабезы Сарютуз, а также будет капитально отремонтирована Сарютузская школа. Средства выделены в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий», который входит в государственную программу комплексного развития сельских территорий. Важность этих мер всегда подчеркивает президент. По итогам 25-го Петербургского международного экономического форума он дал поручение о выделении дополнительных средств на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Подписано распоряжение, которое позволит повысить качество жизни в деревнях, селах и городских поселках еще в шести регионах. В Псковской, Ростовской, Рязанской и Самарской областях, в Карачаево-Черкесии и Якутии. Там будут построены или обновлены водопроводные сети, дома культуры, детские сады, школы и ряд других объектов. Приобретен необходимый транспорт. Такая работа будет продолжена и в других субъектах Российской Федерации. В Весе обратились обеспокоенные отсутствием питьевой воды жители села Николаевское. Из-за чего возникла данная проблема и чем можно помочь селянам, выяснила Мадина Каракетова. Проблема с водоснабжением нет-нет, да возникает периодически в селах, особенно в летний период. В селе Николаевском, казалось бы, она не стоит остро, однако не для жителей. Улица Учкуанской. Здесь, по словам живущих, по ней людей, воды практически не бывает. Мы решили постучаться в первый же дом и лично проверить, в действительности ли это так. Хозяева! Есть кто-нибудь? Здравствуйте! Мы из программы Вести, ГТРК Карачева-Черкесия. Мы по звонку, можно к вам пройти? Есть у вас гидрант? О, чудо! Вода бежит, причем под напором. Не думаю, что жители села Николаевского вели нас в заблуждение, говоря, что у них нет воды, у них какие-то проблемы с водой, потому что несколько раз нам на студию звонили жители именно этой улицы. Здесь только два варианта. Либо неисправность все-таки была исправлена, либо нас встречают таким образом, узнав, что мы приехали, пустили воду. Действительно, сегодня чудо, что днем вода была. Это чудо просто. Тут постоянно вот эта болезнь с водой. Постоянно. В селах новости распространяются очень быстро. И вскоре нас буквально окружили местные жители. Юный селянин Марат Хипкеев уверяет, что у них даже сегодня нет воды. И приглашает в дом бабушки, живущей выше по улице, чтобы убедились. Вот видите, даже сегодня нет воды. А у тех, кто живет ниже, она есть. А у нас ее нет, потому что мы живем по склону выше. То есть она до вас только просто не доходит? Да. Абедат Батчаева частый гость Николаевскому и не понаслышке знает о проблеме с водой. В неделю, три-четыре дня тут нахожусь, так как у меня сестра болеет, просит то за скотом, то так ухаживает. Ну, я им тут постоянно. И вот что самое обедное – вода. Воды нет у нас. Не купаться, не мыться. Сейчас тем более лето, жара. Говорят, вирусы там какие. Нет воды, не купаемся. Я вот даже воду, за то, что воды нет, вещи свои забираю в городе, стираю, привожу. У меня уже сколько лет. А воды вообще нет или когда-то дают? Когда-то дают, но нету. Когда-то это когда-то? Да. Ну, это бывает через пять дней, через три, через четыре. А раз даже вот бывает, фляги забираем в воду, но ночью встаешь два часа. Видимо, напора нету, не знаю. Что думает водоканал? Я в этом селе проживаю уже восьмой год. У меня трое маленьких детей. У меня пожилая свекровь. Муж практически целыми днями работает на поле. И отсутствие воды очень сильно, как бы сказать, отрицательно влияет на нас. Потому что бывает, когда я даже не нахожу не то, что приготовить и постирать, даже попить водички не нахожу. Часто помогает взаимовыручка, рассказывает многодетная мама Халимат. Многодетных по этой улице много, как и пожилых людей. Соседи делятся с проспавшими момент ночной подачи, закупают в магазинах питьевую воду на всех. Прокомментировать сложившуюся ситуацию любезно согласился представитель водоканала Эдуард Балачиев. Именно по Учкулански проблема существует. Я не отрицаю. Проблема существует. А в чем проблема? Почему именно Учкуланская улица страдает? Потому что по карте она находится выше. Трудно доходит. Когда снизу набирают, сюда не может выходить проблема. И вообще трубы уже 70% своего отработали. Им уже 40 лет. А есть вообще какая-то вероятность решить этот вопрос? Что-то предпринимается или будет может предприниматься? Глобально нет. Надо по программе менять. А то, что предпринимается, вот наш директор давал, так хер установишь, 300 метров трубы мы поменяли по Цыганская улица, по международной. Их глава давал Хасан Мурусов. Тоже 300 метров тоже меняли. А вообще должна делать УПТК или специальная партендера, кто выиграл организацию, филикон, пора уже менять трубы. Да и водопровод, построенный еще в советское время, был рассчитан лишь на уличные гидранты. Колонки были, допустим, на 10 дворов. Одна колонка была. Вот в этой улице тоже и по всему Николаевску, и по всему ущелью. А в данный момент у каждого есть водопровод, есть стиральная машина, есть поливы. Есть еще не как положено, по тех условиям 20-15 диаметра, а есть 32-й, которые соединены. Тоже очень много проблем составляет. Да еще и двойные трубы, одна из которых рассчитана на подачу воды, другая – так называемая обратка. И по словам Эдуарда Балачева, однотрубная система также могла бы значительно облегчить задачу. Жители улицы Учкуанской с пониманием и уважением относятся к озвучиваемым местной администрации и представителями водоканала объяснениям об особенностях старой системы водоснабжения, необходимости замены труб, о недостаточном финансировании уной операции. Но на сегодняшний день это все не облегчает жизни обычным людям, в большинстве своем живущим в селе, за счет собственного хозяйства и огородов, которые летом от недостатка влаги просто засыхают. Жители улицы Учкуанской еще долго говорили о проблемах своего села, и одна из них – отсутствие водостоков на проезжей части. Еще одна огромная проблема, на которую жители села Николаевского просили обратить внимание – это отсутствие тротуаров. Жители рассказывают, что им просто страшно отпускать детей в школу и в магазин. Опасные ситуации возникают сплошь и рядом, особенно в зимнее время. Мясные жители вспоминают случай, который произошел несколько лет назад. Машина сбила девушку, она еле выжила. Жители улицы Учкуанской и села Николаевская очень рассчитывают быть услышанными. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 26, плюс 31. В горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 29, плюс 31 градусов. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама». Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Только 10 и 11 августа с 9 до 19 часов пройдет ярмарка от белорусских фирм «Марка» и «Белвест». Женские и мужские коллекции обуви из натуральной кожи, а также куртки, ветровки. Много новинок. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. На аллее Героев Черкеска прошло памятное мероприятие, переуроченное к 30-летию добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазия. Также участники тех событий были отмечены ведомственной медалью Союза абхазских добровольцев Карачаева-Черкесии за свободу Абхазии. Подробнее расскажет наш корреспондент Альхан Лепшоков. Они сплоченно оказали поддержку народу Республики Абхазии. И сегодня мы вспоминаем тех, кто в эти сложные годы отправился добровольцам принимать участие в Отечественной войне абхазского народа. Представители общественной организации Союза абхазских добровольцев Карачаева-Черкесии отметили, что каждый из этих ребят по зову сердца отправился оказать помощь братскому народу. С тех времен 92-го года и до сих дней мы всегда были именно тем стабилизующим фактором и в общественной жизни, и в поседневной жизни и в деятельности, в организации, в предыдущем и в простых людей. Именно двойные добровольцы Абхазии, которые в своих ключах перенесли и все эти тяготы, того очень сложно. В свою очередь представители общественных организаций выразили слова благодарности всем участникам в Отечественной войне Абхазии. Этих добровольцев объединяло одно это горячее желание оказать свою помощь абхазскому народу, не желавшему никакой войны. Они все вместе. И вот эти списки, которые сегодня объединены в этой доске, дают нам воспоминания о тех временах тяжелых, когда все кавказские народы встали на защиту Абхазской земли. Не бывает хорошего окончания всех дел, когда идут войска. И сегодня я бы очень хотел пожелать мира, благополучия Абхазской республике. В менталитете народов Карачаева-Черкесии, в генах его заложены чувства справедливости, обостренное чувство справедливости, желание оказать помощь нуждающимся. Все эти качества вы, уважаемые участники исторических событий, сполно проявили во время боевых действий. Вы заслужили все, что в обществе может являться примером для нашего поколения, для остановления завоевания свободы государства, нашего братского Абхазской республики. Для того, чтобы, к примеру, расстояние все это было, вы должны сегодня, правильно повысказанно ранее докладчикам, беречь себя. После все участники добровольческого движения были отмечены медалями Союза абхазских добровольцев Карачаева-Черкесии за свободу Абхазии. А в завершение мероприятия прошло возложение венков к памятнику погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии. Алихалип Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Впервые в Карачаево-Черкесии было организовано более 30 событий фестиваля «Другой звук», включая концерты классической музыки под открытым небом в Абхазии, 6 научно-музыкальных походов в горы, ежедневные музыкальные перформансы и археологические экскурсии в древнейшие христианские храмы Северного Кавказа и на руины древне-аланского городища. Задача проекта – создать для гостей новый и уникальный опыт познания окружающего мира культуры и через себя эмоционально-интеллектуально-физическое участие. Участниками фестиваля являются 20 молодых музыкантов из Москвы и солисты-лауреаты международных конкурсов, 7 ученых на ведущих научно-исследовательских институтах страны. Увлекательное спортивное мероприятие для детей, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, провели сотрудники подразделений полиции совместно с членами общественного совета при МВД Карачаева-Черкесии. Зарядку с ними провел ветеран спецназа Марк Кириенко. Он рассказал детям, чем полезна физкультура, как она помогает сохранить здоровье. Юные спортсмены получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Продолжением мероприятия стал товарищеский матч по футболу между командами «Победа» из Черкесска и «Карча» из села Чапаевская. Организаторы отметили, что игра получилась очень напряженная и веселая. В итоге победила дружба. Заместитель министра Александр Середа вручил участникам турнира «Кубки, дипломы и медали». Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова